Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот я в капустной теплице, зашла показать вам как томаты, здесь у меня холод пережидает. Но сразу покажу капусту, которую я сеяла сразу в грунт. Она взошла уже давно, просто мне некогда было рассказать о ней. Вот кто следит за всеми моими видео, видели как я сеяла вот здесь капусту. Ну неделю, может быть 10 дней назад, не помню точно. Эту капусту я сеяла россыпью, можно сказать как загущенные посевы. И я ее буду потом, сейчас скоро уже, пикировать в открытый грунт. Сейчас у нас, вот сегодня было 4, сейчас 5 градусов за бортом. Здесь 10 градусов. Но даже если будет вот ночью завтра, послезавтра 2 градуса, а здесь будет 5-6, не укрывать, ничего делать я с ней не буду. Капуста не боится холодных температур. Она любит холод и во время вот этих похолоданий, она еще лучше, больше крепчает, она делается коренастой и не вытягивается. Сейчас для меня самое главное, не упустить, так же как я в лотке говорила, момент пикировки. Вот как только появится один настоящий лист, я буду делать выемку ее отсюда, и буду рассаживать на какое-то расстояние, ну через 4-5 сантиметров в гряды на улице. Тогда она будет крепкая, толстая, ей будет хватать освещения. Если ее оставить вот в таком виде, как она сейчас у меня, видите, густо посеяна, она будет конкурировать друг с другом, сеянцы вот эти будут вытягиваться вверх, и ножки у них будут тонкие и длинные. И потом, если ее я попытаюсь пересадить, она уже будет падать, у нее истончится вот этот стебелек, надо, чтобы она была по одной штучке. Но так как сеять сразу по одной штучке это проблематично, я делаю так, сею сначала вот так загущенно, потом, как только появится один настоящий лист, я ее пикирую. Можно заметить, что тут очень много травы, видите, как аж это очень много. Это потому, что здесь в прошлом году я не перекапывала ничего и не убирала долго перец. Перец рос до самых морозов, до снега он здесь был. И, естественно, поздно осенью я уже не ходила сюда, не пропалывала, но он рос, как рос и рос, и трава росла. Она вот вся обсыпалась, вся взошла. И это очень хорошо, что я посеяла сейчас здесь капусту, потому что вот этот первый, самый дружный слой травы, он у меня вырастет. И когда я буду капусту пикировать, я просто их уничтожу, все эти травинки, и теплица будет после этого чище. Если оставлять подольше ее расти, то я вот почему говорила, что на таком расстоянии сажу, чтобы можно было пройти с мотышкой. Я вот показала, если подольше она у меня будет здесь расти, например, ну некогда будет, я вот этой мотышкой между ряди вот так прохожусь, чтобы трава не, ну чтобы не заросла капуста моя травой. Поэтому такие расстояния. Потому что трава растет обычно даже быстрее, чем капуста. Я между самими ничего не выдергиваю, а вот так между ряди, это я делаю так уже много лет, так между ряди раз очищу, и тогда видны редки, и капустка, она опережает траву. Там если даже какие-то травинки останутся редкие, вот так вот. Руками, конечно, эту мелочь я не пропалываю, это очень долго, но вот этой штучкой можно просто даже вот так провожу. И как бы очищаю вот это междурядье, чтобы трава не закрыла солнце моей капусте. Видите, как быстро и чисто все. Поэтому всегда оставляю вот такие широкие бороздки. Видите, уже наметилось, видно именно, что здесь капуста нет, травы. Вот здесь можно вот так везде провести. Это быстро, 3-5 минут и все. Никакую прополку не делаю. Хочу сказать про всхожесть. Вот это у меня... Сейчас посмотрим, какая капуста. Вот это подарок. Взошла очень хорошо, и всхожесть разная. Почему я сею всегда побольше? Видите, прям помногу-помногу густо, потому что бывает разная всхожесть. Вот это взошла хорошо. Вот эта капустка взошла пореже. Видите, от одной до другой. Вот одна, вот две. Через сколько-то сантиметров еще. Но и тут сразу видно, что очень-очень реденько, хотя я сеяла так же густо. Если бы я не посеяла очень густо, их бы здесь вообще не было. Последние два ряда капусты нет вообще. Вот это значит, что всхожесть семян разная. И если вы собираетесь сеять капусту вот так вот, массовые посевы, сейте лучше густо, погуще, потому что семена дешевые, их можно засыпать хоть сколько. Сейчас посмотрю, которая хуже всхожесть. Вот это зимовка. А в том году не взошла сибирячка. Вообще вот один квадрат, не взошла ни одна сибирячка. Вот хорошо взошла капуста. Сейчас посмотрим, какая. О, июньская. Вот прекрасно взошла ранняя июньская капуста. Ее сразу видно, видите, она выгодно отличается от других. Вот четыре ряда. А те уже не так. Все. Это был вот обзор моих всходов капустных, которые я показывала. Кому интересно, кто еще не сеял капусту, отмотайте назад. Ну, на неделю, дней на десять. Там я показываю, как я делаю бороздки, как поливаю, как сею. И вот просто на будущее учитывайте, что если вы хотите посеять вот так вот россыпью, сыпьте чуть побольше. Лучше потом крупные отберете, а мелочь выбросите вообще, отбросите куда-нибудь. Потому что капусты тоже всходы разного качества. Сейчас дам сравнение вам. Вот видите, есть вот такая крупная, прям толстенькая. А есть некоторые, и попадутся тонкие такие, что их оставлять не захочется. Поэтому лучше, чтобы было так, чтобы у вас было из чего выбрать. Крупные выберите, а слабенькие, которые взошли позже, или которые еще только выклевываются, их брать не нужно, значит рассада будет слабая и болезненная. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор посева капусты в холодную теплицу в ранние сроки. До свидания.